Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня хотел бы показать вам бой на ИСе на карте Эрлинберг. Это у нас рубрика эпичные бои. Играет тут Тино Косто. Хотел бы напомнить вам, что я принимаю в основном ваш реплей, то есть этот реплей мне прислали в группе ВКонтакте. И в общем-то на них я ставлю приоритет, потому что я уважаю своих подписчиков и хочу их реплеи в основном рассматривать. Но если мне ничего интересного не присылают, то я иду на специализирующийся сайт. Итак, наш герой едет на гору. Сейчас он будет с центра пытаться стрелять. Вот тут уже ПТ-шка, конечно, рашет французская. Наверное, она думает, что у них какая-то там броня есть. Но сейчас вы увидите, что так делать совершенно не стоит. Быстро она тут отхватывает. Забавный леопард ей неплохо дамага нанес. Ну и наш герой добирает французскую ПТ-шку. Дальше можно, в принципе, по квасу с этой позиции стрелять. Хотя он, в целом, конечно, и в простреле, но долго стоять тут нельзя, потому что все-таки враги могут накинуть. Также тут КВ-3 есть. Он тоже иногда в простреле, правда сейчас спрятался за домик. Пытается наш герой по нему как-нибудь накинуть, ждет его. Но пока что КВ-3 что-то не хочет выезжать. Видно, что на С1 противники пытаются давить. Союзники едут туда, и на самом деле это тоже не самая лучшая тактика. С этого респа, я считаю, лучше не давить с правой части карты, где там мост. Ну, можно, но нужно это делать, опять же, организованно, а не так. И так, так не удается, поэтому КВ-3 попасть. Но тут светился ИС вражеский, на другой стороне довольно большое тут расстояние. Конечно, пушка у советского ИСа довольно косая. Стрелять на дальней дистанции сложновато. И, в общем-то, это не конек этого танка. Зато сблизи ИС вполне хорошо может разобрать почти любого противника. За счет своей рикошетной брони и за счет хорошего ДПМа и огромного альфа-страйка для седьмого уровня. Выехал тут ИС, но не удалось по нему попасть. Ну, в принципе, дальше можно прокрутить. Ничего интересного не происходит. Союзники, как всегда, едут, сливаются, все рашут. Но, на самом деле, я считаю, что на этой карте нужно в основном обороняться, потому что тут много таких мест, откуда можно отлично сдерживать даже большое количество танков. А если атакуешь, то попросту тут все простреливается на много мест. И, в общем-то, нахватаешься там дамага, а сам ничего не сделаешь. В принципе, ИС у нас опытный, ставит он в читерский этот куст. Тут довольно сложно засветиться, но врагов тут нету. Они в основном, видимо, поехали в правую часть карты. Тут удается попасть по СУ-152. Все-таки снаряд угодил прямо в цель. Что довольно странно, до ИСа все-таки точности этому танку не хватает. Наш герой понимает, что нужно возвращаться на ДЭФ. Едет он на горку. В принципе, решение верное. Я его поддерживаю, сделал бы совершенно так бы. Потому что с горки в целом отличненько можно обороняться. Тут прям такой хороший шот по Т-43. Иногда можно пробовать вот так вот стрелять на удачу. Но, правда, у ИСа немного снарядов. И вот это уже было лишним. Все-таки может и не хватить снарядов в этом бою. Т-34-85 встал, отхватил. Враги уже чувствуют себя безнаказанно. Едут уже, думают, что все сейчас добьют всех. И победят легко. Но не тут-то было. Сейчас наш советский воин им покажет. Кузькину мать. Да, союзнички тут, конечно, тоже крутые. Тут ИС-2 виден стоковый. Как вы видите, ХП у него не отлетело. Значит, наш герой не попал. Вот эти все-таки выстрелы, они были лишними. Ну, по крайней мере, второй выстрел по Т-43 был лишним. Потому что снаряды у ИСа довольно быстро кончаются. Тут удается отлично накинуть Т-43. И еще его добить правильно. Наш герой делает минусует стволы. Да, ИС, конечно. Сейчас и может нанести данных, но он почему-то решил попросту поехать вперед. Но, скорее всего, он просто не видит нашего героя. И это, в принципе, хорошо. Осталось его только добить. Но посмотрите, сколько врагов. Счет 8-14. Наш герой остается один против четырех. То есть, против семи противников. И, в общем-то, в такой ситуации нервишки, в общем-то, шалят. И думаешь, вот это опять слив. Да что я тут могу сделать один? Но такие мысли нужно отбрасывать. Нужно сосредоточиться на бой. И тащить по максимуму. Приехал тут М6. Это хорошо. Противники по одному катаются. И можно отлично их встречать, если бы они все вместе. Ну, вот, правда, вот 43-ка приехал. Но она шотная. Выезжает, конечно, пытается крутить. Но наш герой не из таких нубасов. Он все правильно делает. Он минусует ее. И дальше принимается уничтожать М6-ого. Выезжает Хеллкэт. Опасная очень цель. Ну, посмотрите, как он стреляет. Совершенно не целится. Видимо, испугался нашего героя. Вот только сейчас он попадает. Контузиал. Механика водителя. Ну, в общем-то, враги тут просто толпой выезжают. И довольно-таки интересно, сможет ли наш герой выжить. ИС-2 тоже в целом не скиллованный. Посмотрите, как он стреляет. Просто никуда. Наш герой его отлично крутит. Тем самым вообще без потерь его уничтожает. Но до конца захвата базы 30 секунд осталось. С лишним. И нужно быстрее сбивать. Утина, Коста уже 8 фрагов. И осталось только сбить. Вот как раз Пантера. Скорее всего, она это берет? Нет, она не в кругу. Смотрите. И, в общем-то, берет кто-то другой. И он стоит за домиком. Его не видно. Осталось 8 секунд. 7-6. И теперь, если промах, то будет просто поражение. Что в целом будет обидно. Ну все, один очок до конца. Но наш герой отлично на ходу снимает сушку. И тут, конечно, проблем с Пантерой не должно возникнуть. Но остался еще французский легкий танк. Ну, елка я его назову просто. ILC-AMX. Можно его еще называть. Но я привык его называть просто елкой. Да, у этой машины, конечно, хорошая пушка. Я имею в виду про елку как раз. И она может, конечно, достать много проблем, если где-то встанет. Особенно в куст. Или будет пытаться как-то по-хитрому действовать. И посмотрите, кстати, у нашего героя кончились снаряды. Теперь остается только один шанс выиграть. Это захватить вражескую базу. И наш герой думает, как же теперь справиться с елками. Ну, то есть, что с ней сделать? Можно только ее на испуг взять. А так, в целом, она легко разберет. Ну, можно тараном попробовать ее убить. И вот она, елка. Наш ИС прячется за развалину. И АМХ едет сюда. 16 секунд до конца захвата. Приезжает елка. Ну, посмотрите, она ждет, боится. Но, если посудить логически, то можно понять, что почему ИС у него 700 с лишним хп не может выехать и добрать еще один фраг себе в копилку. Можно было понять, что у него попросту нету снарядов. И елка из-за своей трусости проигрывает. А могла, между прочим, затащить бой. Но наш герой молодец. Правильно все сделал. Затащил. И давайте посмотрим на результат. Итак, вот результат этого боя. 10 фрагов, 3506 опыта, 108 тысяч кредитов, 6105 дамага. Целая куча медалек. Медаль Пула, Воин, Захватчик, Защитник, Медаль Колобанова. В общем, довольно-таки круто. Надеюсь, бой вам понравился. Спасибо, что смотрели.